Винспилс Винспилс Своё решение оно очень привлекательно, однако ядовито в политическом отношении. В порту Винспилс Газпром хочет складировать трубы, чтобы оттуда доставлять их к месту строительства на море. Об этом сообщил на пресс-конференции мэр латвийского города Айварслинбергс, который по совместительству является председателем наблюдательного совета портовой компании. По его словам, предложение оценивается в 25 миллионах евро. Внушительный вклад должен быть направлен на расширение портовых сооружений, которые в настоящее время слишком мало для реализации проекта. Расходы на сумму 14 миллионов евро должна понести российская сторона, а после окончания действия контракта все новые складские сооружения безвозмездно перейдут в собственность порта. Лимбергс намекнул, что он поддерживает подобное сотрудничество, однако в то же время он дал понять, что латвийскому государству принадлежит половина мандатов в наблюдательном совете портовой компании и что Министерство иностранных дел по внешнеполитическим соображениям настроены против Северного потока-2. Не исключено также, что государственные представители из Риги получили указание проголосовать против проекта. Однако в этом случае он ожидает, что Винспилс получит от государства как минимум 20 миллионов евро в качестве компенсации, рассказал мэр города. Другая спорная ситуация подобного рода разворачивалась несколько месяцев назад и в Швеции. Подрядчик Газпрома собирался использовать порт на шведском острове Гатланд для аналогичных машин. Местные власти склонялись согласиться на сотрудничество ввиду финансовой выгоды, однако Министерство иностранных дел было против. По шведским правилам, местная администрация все равно могла принять предложение, однако добровольно отказалась от него в пользу компенсации от государства. МИД Латвия пояснил свою позицию тем, что Польша выступает против строительства газопровода, а в Риге не хотят причинять ущерб сотрудничеству с Варшавой. Мэр Винспилс Олимбергс, блистательный олигарх с разветвленной сетью контактов, выдвинул смелый тезис о том, что сопротивление строительству Северного потока-2 приведет к угрозе энергетической безопасности Германии. С точки зрения политика, интересы Варшавы законны, однако Польша не может ждать, чтобы за них платила Латвия. Лимбергс не настолько наивен, чтобы считать расширение газопровода через Балтийское море исключительно экономическим проектом. В Прибалтике уже знают, что Россия часто проводит внешнюю политику при помощи своих энергетических поставок. Вероятно, Москва разыгрывает карту с Северным потоком не в последнюю очередь с осознанием того, какой отравляющий потенциал он имеет. Спасибо за просмотр друзья, ставьте лайк, оставляйте комментарий.